Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги Иисуса Сына Серахова. Я читаю синодальный перевод для библейского портала Экзегет. Ну и здесь такая вот тема продолжается, которая была на спятой главе о мыслях и словах. Но она немножко сужается. Она о дружбе. Шестая глава. Дружба — это хорошо. Во всех культурах всегда иметь друзей — это прекрасная, это важная вещь жизни. И не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор, так и грешник двуязычный. А двуязычный, то есть тот, кто говорит одному одно, другому другое, третьему третье. Ну, как минимум два разных варианта есть, поэтому двуязычный. И ты так станешь врагом. Ты другу сказал одно, а потом другим за его спиной другое. Он это узнает. Станешь ему врагом. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как волк. Какие-нибудь волки там разорвали, да? Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. То душа, как животное, то душа, как дерево. Душа лукавая погубит своего обладателя, сделает его посмешищем врагов. Не говори разное в разных ситуациях и не будь гордым. Это все убивает дружбу. Сладкие уста умножат друзей, и добролечивый язык умножат приязнь. Ну, да, логично. Живущих с тобой в мире будет много, а советникам твоим один из тысячи. То есть, смотри, храни хорошие отношения как можно с большим количеством людей, но слушай не всех. То есть, быть в добрых отношениях и иметь кого-то своим советником, это совершенно разные вещи. Можно даже с глупым человеком, с человеком, может быть, неправедным. Быть в добрых отношениях, он человек, зачем с ним ругаться? А вот слушать его не надо. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытанию, нескоро уверяйся ему. Ну, вот, друг познается в беде, такая поговорка, здесь та же самая мысль. Бывает, друг, нужное для него время, и не останется с тобой в день скорби твоей. Ну, да, когда ему нужно, он тебе друг. Ой, как знакомый. И бывает, друг, который превращается во врага и откроет ссору по ношению твоему. И это знакомо, да, чем-то разочаровал его все вражда на веке. Бывает, другом участник в трапезе, и не останется с тобой в день скорби твоей. Ну, выпить, закусить, кто же откажется, да? А вот, чтобы потом помочь, когда нужно. В имении твоем он будет, как ты, дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. То есть, все твое мое, ну, а мое тоже мое. Но если ты будешь унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. Вот друзей-то может быть и много, но не доверяй, не торопись доверять. Проверь человека. Храни хорошие, добрые, теплые отношения. Да, да. Но не торопись впускать внутрь своего дома, своего круга. Верный друг, ну, уж если верный, крепкая защита, кто нашел его, нашел сокровища. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Верный друг, врачевство для жизни, боящиеся Господа найдут его. Вновь у нас бояться Господа, это ключ ко всему, даже друзей находить. Сейчас всякие социальные сети, для того, чтобы находить друзей и партнеров. Оказывается, страх Господень гораздо лучше справляется с этой задачей. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его. У нас есть поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. А здесь наоборот. С кем поведешься, тому и передашь свои качества, если ты боящийся Господа. То есть, знаете, как в генетике бывают гены доминантные, которые, ну, как бы больше проявляются у потомства. Вот у боящихся Господа доминантные образцы поведения. Они меняют общество. Вот как меняют? Приходят и говорят, вот теперь все будут делать, как я скажу, иначе накажу. Заставляют, подкупают. Нет, они с людьми общаются и передают им свои образы поведения, свои модели поведения. Вот так эти перемены происходят. Кстати, вот можно заметить, в те времена много чего было не так. Рабство, например, было. Его нету последние пару столетий. Ну, по крайней мере, официально нету. «Сын мой, от юности твоей предайся учению, и досиди на твоих найдешь мудрость». Хотелось бы, конечно, поскорее, но процесс длительный. «Приступай к ней, к мудрости, как пашущей и сеющей, ожидая добрых плодов ее. Ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее». Ну, как скоро? Посеял, а потом еще пару месяцев оно растет в самом лучшем случае. Иногда и больше. То есть нужен тоже какой-то срок. Здесь не все так прям быстро. «Для невеста она, премудрость, очень сурова и неразумно не останется с нее. Она будет на нем, как тяжелый камень испытания, и не замедлит сбросить ее. Премудрость соответствует имени своему, и немногим открывается». Вот это вот новое в этой книге. «Премудрость бывает тяжела и неприятна». Вообще дураку бы проще, да? Он ни о чем не думает. Он делает, что хочет, и даже не замечает, что что-то не так идет, да? «Премудрость — это еще и груз». Как он ее хвалит сюда? Предупреждает. «Смотри, не всегда это будет легко и приятно». Он про испытания уже говорил, а теперь даже обладание ей бывает таким сложным делом. «Послушай, сын мой, не прими мнение мое и не отвергни советам моего». Опа, оставляет свободу за сыном принять или отвергнуть. Тоже важно. Я могу говорить все, что угодно, но ему решать. «Наложи над ноги твои путы ее и на шею твою цепь ее». То есть в рабство себя отдай, но кому? «Премудрости». Не деньгам, удовольствием, а «премудрости». «Подставь ей плечо твое и носи ее, не тяготись узами ее». «Будь ее носителем». Ну, понятно, что будь ее местом обитания, но и носи ее как груз, то есть какую-то работу для него исполняй. «Меняй мир вокруг тебя, премудростью, которая на тебе, которую ты открываешь, которую ты носишь в этот мир. «Приблизься к ней всей душой твоей, всей силой твоей, соблюдай пути ее». Как возлюби Господа Бога, да, всею крепостью и старозаконие. Вот буквально так же. «Премудрость, как некая манифестация Бога». Вот что это в этом мире. А не просто высокий интеллектуальный коэффициент, там хорошее образование и прочие вещи. «Исследуй ищи, она будет поздна на тобой, сделавшись обладателем ее, не покидай ее. Исследуй и ищи, сколько людей уверено, что не знают истину. И всем эту истину навязывают и готовы растерзать за нее. Исследуй ищи премудрость, а не частную какую-то правду. «Ибо наконец ты найдешь в нее успокоение, и она обратится в радость тебе». В конечном итоге. «Путай ее, будут тебе крепкую защиту, и цепью славным одеянием». Ну, путай и цепь, кто же хочет ходить в колодках и с цепью на шею. Но когда это премудрость, то это оборачивается, вот это вот стеснение себя, «А зачем путы на ноги? Чтобы не ходил, куда не надо. А зачем цепь на шею?» Ну, чтобы вот сдерживать могла тебя премудрость. И в результате она станет твоей славой. «Ибо на ней украшение золотого, и узы ее гиацинтовые нити. Как одежду славы ты обличешься ей и возложишь ее на себя, как виниц радости. Начинается с пут, а заканчивается драгоценным убором». А ведь это одно и то же. Значит, человек меняется, его восприятие меняется. «Сын мой, если ты пожелаешь ее, то научишься, если предашь ее душой твоей, то будешь ко всему способен. Если предашься ей душой твоей, будешь ко всему способен. Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее, если преклонишь ухо твое, то будешь мудр». А как? Ну, вот здесь перемежаются эти похвалы в адрес премудрости и рассуждения, как она цена, с практическими наставлениями. Например, «Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому». Не все старцы мудры, но там скорее найдешь мудрого. «Люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные до нее скользают от тебя». «Слушай побольше». Сегодня бы мы сказали читать, надо побольше. Ну, наверное, тоже форма слушания. «Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его». Ой, как надоест это ему. Но ты старайся. Это же для твоей пользы. «Размышляй о повелении Господа и всегда поучайся в заповедях его. Он укрепит твое сердце, желание премудрости дастся тебе». Желание премудрости дастся. С премудростью вот в этой главе, отмечает наш автор, главная проблема, что люди ее не хотят. Она бывает им тяжела, неприятна. Вот когда есть желание, когда в охотку, когда вот любимое дело, которым готов с утра вот встаешь и прямо не терпится туда бежать этим делом заниматься. А когда это повинность тяжкая, то откладываешь. Прокрастинация называется на современном языке. А самое главное — найти это желание, эту мотивацию заняться делами премудрости. Ну, в седьмой главе продолжится, конечно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова